Всем привет, дамы и господа, с вами мистер Кепко. Это видео на моем канале посвящено самым лучшим и знаменитым гоночным видеоиграм, которые выходили на протяжении аж 20 лет. Начиная с 2000 года до сегодняшних дней. Тут будут присутствовать совершенно разные гоночные дисциплины и виды гонок. Наверное, каждый для себя в этом видео узнает знакомую игру детства. Ту гоночную игру, которая вдохновила стать гонщиком и любить данный жанр. А также те игры, которые могут вызвать ностальгические, скупые воспоминания. А кто-то найдет ту игру, которая так и не прошел свое время. Это будут своего рода эволюционные приключения. Отмечу сразу, что создавать подобные проекты сложно, трудоемко и долго. В описании ролика будут ссылки на мои контактные данные. Помимо этого будут тайм-коды к тому или иному коду, а также список музыкального сопровождения. Поэтому прошу оценить мой труд и поддержать меня лайком. И подписаться на канал. Поехали! Для начала такого исторического обзора хотелось бы рассказать про несколько деталей. Видео будет содержать гонки с 2000 по 2019 год. Сначала отлучена будет лучшая гоночная видеоигра. А в конце будут гонки, которые стали быть достойными их упоминания. И первая видеоигра, которая служила открыть список лучших гоночных игр 20-летия. И первой в этом виде становится ролильный автосимулятор, разработанный издавающимся годмастерс. А именно, Colin McRae Rally 2.0. Она является второй по счету в этой серии. В ней представлены настоящие лицензированные машины сезон 2000 года. В игре имеется три уровня сложности, от новичка до эксперта. У игрока есть возможность поучаствовать в ролильных состязаниях по всему миру и всего таких стран 8. Финляндия, Швеция, Франция на острове Корсика, Греция, Австралия, Кения, Италия и Великобритания. Изначально доступен только один этап. Для того, чтобы открыть доступ к остальным, нужно проходить игру. Это правило распространяется и на автопарк. Сначала доступны всего 6 машин, но по мере прохождения открываются новые. В качестве наведения был добавлен аркадный режим, где требовалось состязаться в ралли-кросс, а также имеется улучшенная детализированная графика по сравнению с предыдущей частью, собственным визуальным стилем. Сам некий грист будущий штурман Colin McRae в те годы вновь поучаствовал в разработке игры, озвучив внутрикрового штурмана, и его голос можно было услышать вплоть до 2017 года. Еще можно отметить многопоисковую игру до 8 человек, игры за реальных пилотов, режим автошколы. Игра получила положительные отзывы и золотую награду за продажи от Ассоциации издателей программного обеспечения для развлечения и отдыха, и только 200 тысяч копий было продано на родине разработчика Великобритании. В 2000 году вышли такие гонки, которые также достойны своего упоминания, как например Need for Speed Porsche Unleashed, которая является пятой игра и частью серии Need for Speed. Там присутствовала одна марка автомобилей, Porsche, а сама игра была приурочена к юбилею фирмы. Игра балансировала между аркадой и симулятором. Можно было бы пройти эволюционный путь данной марки от первых машин до на тот времени концепт-каров. Данный Need for Speed был тепло принят своей гоночной аудиторией и фанатами серии. Еще выходил кармагеддон TDR 2000, где требовалось кататься и устраивать поистине армагеддон и апокалипсис, а именно давить пешеходов, с которыми выплескивается реалистичная кровь. А сами пешеходы могут за себя постоять. Данная часть получилась из-за этого довольно кровожадной по сравнению с двумя предыдущими частями. Нужно быть готовым, что найдутся отдельные личности, которые захотят уничтожить ваш транспорт, закидав коктейли Молотова. Были еще добавлены повреждения машины от поверхностных до возможности остаться без колес. Имеется большое обилие трасс и авто и возможность получить много драйва. В этом году, к сожалению, вышло мало гоночных видеоигр, которые могли бы зацепить и порадовать. К тому же довольно сложно найти про этот год, так как прошло много времени и информации мало. Поэтому буду делать свой вердикт из имеющихся данных. И лучшей игрой следует поставить спортивный гоночный симулятор одноименного класса гонок, а именно F1-2001, выпущенный Electronic Arts. Естественно, сами гонки ориентированы на автомобили Formula 1. Игра полностью лицензирована Международной Автомобильной Федерацией, и поэтому в игре имеются настоящие имена гонщиков автомобилей трассы. Одним из главных преимуществ этой данной части стал исключительно широкий спектр режимов игры. Можно сыграть в одной гонке или на тренировке, где можно поближе познакомиться с той или иной трассой. Но назвать полноценным автосимулятором игра не является, а была добавлена аркадная модель управления, которая гибко настраивается самими игроками. Основными действиями игры является проходить чемпионат, который соответствует сезону 2001 года. На тот момент времени это была достойная гоночная игра про Formula 1 с отличной графической начинкой, увлекательным игровым процессом и многопользовательной составляющей. В достойное упоминание можно добавить уникальный симулятор дальнобойщика под названием King of the Road. Можно будет прочувствовать жизнь профессиональных водителей большегрузных машин. В игре переплетаются такие жанры, как автосимулятор, экономическая стратегия и квест. Задачей игрока является монополизировать свой рынок в грузоперевозках. Но такая задача лежит через трудоемкий процесс, терпение и чередой суровых испытаний, так как на дорогах присутствуют конкуренты из других дальнобойщиков. Еще на дорогах могут встретиться полицейские и дорожные инспекции, которые следят за правилами движениями и за нарушением ПДД придется платить штраф, а также контрабандисты, которые могут выкрасть ваш груз. Вторую игру решил выбрать про мотоспорт, Motor Racer 3. Динамичная игра про мотоспортивные соревнования, которая была значительно переработана после последних частей. В игру решил добавить сюжетную линию, новые карты, режимы мотоцикла, новую графику. Придется месить грязь и прыгать на трамплинах. В игре такие виды состязаний – скоростная гонка, трафик, мотокросс и триал. В каждом виде соревнований приходится до 10 карт и до 15 мотоциклов. В режиме скоростная гонка нужно вручную переключать передачу, а в триале мотокросс придется тоже немного попотеть. Данный 2002 год, к сожалению, тоже не особо ничем в игровом плане не запоминается. Но мне удалось найти несколько достойных кандидатов. Лучшей игрой, по моему мнению, стала поистине крутая и оригинальная аркадная игра, как третья часть серии Crazy Taxi. Целью игры является быть настоящим безумным таксистом, который работает в экстремальных условиях. Сам таксист, который управляет игрок, не нравится спокойной работой и он предпочитает экстрим и драйв. По городу придется проделать различные трюки, получать море положительных эмоций от вождения, а также клиентам такси, которые с каждым разом подгоняют ехать быстрее. В игре есть аж 12 разновидностей автомобилей, где каждый обладает индивидуальными характеристиками и стилем. Сами игровые локации интересны и по-своему атмосферны. Также отмечу, что это первая игра в этом огромном списке 20-летних гоночных игр, которые я, собственно, лично проходил в своем детстве. К сожалению, так таковых эмоций по этой игре мало сохранились, но каждая поездка с клиента была уникальной и приносила радость. Все, кто не играл и не знаком с этой серией, прошу хоть немного поиграть, так как на самом деле игра стоит своего внимания. В этом году также вышла интересная часть гоночной серии Need for Speed под заголовком Hot Pursuit 2. Эта часть была концептуально переработана от части Need for Speed 3 Hot Pursuit, а сам игровой процесс довольно схожий. Игроку придется играть за гонщика или полицейского и кататься по живописным трассам на дорогих автомобилях. Тактический арсенал у полицейских был расширен, а искусственный интеллект у соперников был переработан в лучшую сторону. Но, увы, в игре нет разнообразного режима карьеры, не нужно зарабатывать деньги на авто и тюнинг, а модель повреждения была сделана буквально упрощение и была косметической. Несмотря на все эти минусы и плюсы, ее также можно назвать успешным проектом. Я играл в детстве в нее, впечатлений сохранилось мало, но те жаркие погони запомнились на всю жизнь. Следующего достойного внимания игрой можно назвать симулятор Rally V-Rally 3. Описаний про эту игру мало, где можно найти, но она по-своему уникальна и, скорее всего, на тот момент время была конкурентом для серии Колин Макрей. Игроку доступны такие режимы, как быстрая игра, карьера, вызов. Можно отдельно отметить повреждения в игре. Была реализована модель трескания фар и стекол, деформации кузова, где в зависимости от трассы и погодных условий машина покрывалась грязью или снегом. Отлетали некоторые детали при аварии, можно было даже серьезно развить машину и быть снятым с гонки. Данный год я бы охотизал рассветом в видеоигровой индустрии, в частности гонок Street Race в серии Need for Speed под заголовком Underground. Игра отличается от всех прошедших частей своей стилистикой и игровым процессом. В игру добавили небольшой сюжет, где главный герой получает уважение, участвуя в нелегальных ночных заездах и старается стать самым крутым гонщиком в мышленном городе. Имеются такие гонки, как Дрэг, Дрифт, которые раньше не было в серии. За победу в гонках дают очки стиля, и смог по причине однообразности уже в середине прохождения. Те трассы были одни и те же, только менялись направления и число кругов. Но благодаря соперникам, которые не дадут скучать на высокой сложности, а самое главное это атмосфера, игра заслуживает быть лучшей в 2003 году. Еще одним представителем игры с нелегальными гонками можно назвать Middle Club 2. Сама игра является разработчиком серии Grand Z Auto, как компанией Rockstar Games. Игроку придется тоже участвовать в нелегальных гонках, стремясь получить статус лучшего уличного гонщика. Действия игры происходят в трех реальных городах в Лос-Анджелесе, Париже и Токио, где можно будет свободно разъезжать. Игроку на выбор дают автомобили или мотоциклы. Главными объектами критики игры стали чересчур высокая сложность игры и графика. В основном все продажи игры на тот времени пришлись на такие платформы, как PlayStation и Xbox, и поэтому игра не так выделялась среди гоночного сегмента на платформе ПК. Другим любопытным проектом можно назвать первую игру в серии аркадных гонок, как Trackmania. Игроку придется играть на собственных трассах, создаваемой с использованием различных конструкций. Игра получила большую популярность из-за бесплатных частей, а также является киберспортивной дисциплиной среди гоночных видеоигр по сей день. В этом году оказались списки в основном мной известные и те гонки, в которые я в свое время играл в детстве. Лучше, по моему мнению, игрой 2004 года можно назвать уникальный поистине автосимулятор от японских разработчиков под наименованием Gran Turismo 4. Перед нами представляется на тот момент времени идеальный, по мне, автосимулятор, где новичок или же опытный гонщик может найти себе место. В игре есть два режима, аркада и симулятор. В аркадном режиме игрок может свободно участвовать в соревнованиях. В симуляторе, как в карьере, придется зарабатывать деньги на автомобиле. Для продвижения вверх по карьерной лестнице придется проходить так называемые лицензии, как в какой-нибудь автошколе. Кто, собственно, и выделяет такую игру? В лицензиях игрока научат от обычных азов управления машиной, как правильно входить в повороты и тормозить, до прохождения сложных спецучастков. При разработке игры приходилось воссоздавать знаменитые гоночные трассы и для достижения максимального реализма приходилось на каждом участке трассы тестировать каждое транспортное средство по отдельности в индивидуальном порядке. Можно сказать, что это рай для гонщиков, ведь, как можно уже понять, игру делали с душой, создавая огласки каждой мелочи и детали. Несмотря на то, что игра выходила эксклюзивно для платформы PlayStation 2, все равно графическая составляющая позволяла окунуться в мир гонок. Забыл сказать, что в игре реализована 51 трасса и 700 автомобилей со своей физической моделью. Все критики положительно отнеслись к игре. Даже я, не игравший в нее из-за технических нюансов, считаю достойным автосимулятором на данной платформе. Я бы, конечно, мог поставить данную игру на пьедестал в этом году, но все-таки не стал, несмотря на тот немалый факт, что игра является продолжением знаменитой части серии Need for Speed. И это была первая игра на моем компьютере в моем детстве, и она именно способствовала полюбить гоночный жанр. Речь идет о второй части Underground. Кратко скажу, что игру расширили по сравнению с прошлой частью, добавив впервые в серии Открытый мир, а самое главное, наверное, по сей день, самый крутой стайлинг-машин, где можно по стилистику ночных нелегальных гонок нацепить на тачку неоновую подсветку, а еще бы устроить багажник аути-системы, нацепить гидравлику и цветной дым. Можно было часами проводить и медитировать в гараже. Остальное, в принципе, осталось на уровне. Вторая игра мало кому может известна, а именно аркадная гоночка Machete, где приходилось участвовать в соревнованиях на выживании, на маленьких машинках, и при этом подбирать различные оружия. Скажу, что играть можно было с друзьями на одной клаватуре и проводить время в веселой обстановке. Вот уже прилетели первые пять лет с начала нового тысячелетия и открывает лучшую игру тысячи пятого года, можно сказать, уверенный, без сомнений, чуть ли не самую лучшую гоночную игру всех времен и народов, просто народную, достойную. В общем, речь идет о Need for Speed Most Wanted. Многие могут вспомнить, как и я, проведенные месяца за этой игрой. Она просто не давала спать и хотелось проходить ее снова и снова. Это просто магия какая-то. Но скажу, что если по каким-то причинам вы упустили и не смогли в нее поиграть, все единогласно ответят, что на самом деле многое потеряли. Даже сами разработчики не ожидали, что получился просто шедевр. На этот раз игровой процесс нелегальных гонок был разбавлен с полицейскими погонями. В игре присутствует неплохой для гоночного жанра сюжет, который с одной стороны прост как пять пальцев, с другой наполнен местью и жаждой гонок. Как главного героя серьезно подставляет и отбирает у него машины, каждый бы на его месте был бы Зоу. Игроку придется преодолевать некий черный список из 15 самых разыскиваемых гонщиков. При победе над боссом можно выбрать пару специальных секретных карточек в качестве приза и можно в них получить машину босса, деньги или же уникальные запчасти. Также впервые игровые ролики были отсняты живыми актерами, что придавало игре свою атмосферу. Главной же фишкой игры стали полицейские погони. Всего пять таких статусов погони, и с каждым разом арсенал и средства для задержания нарушителя были лучше. Искусственный интеллект полиции мог с легкостью с помощью всего количества задержать гонщика. Уйти от погони порой представлялось сложно. В игру добавили объекты на дороге, где при уходе от полиции можно было что-нибудь взорвать или сломать, и это уничтожило бы машину полиции. Сталинг и тюнинг по сравнению с прошлыми частями был не такой уж разнообразный, но это не мешало превратить свою тачку в конфетку. Игра продалась в 16 миллионов экземпляров, и тем самым закрепив в этой игре не только самопродаваемый, но и самый лучший в своем жанре. Увы, найти достойных конкурентов в вышеупомянутой игре в этом году сложно. Из них можно выделить аркадную гоночную игру JISED, где предлагалось завоевать уважение среди команд, участвуя в уличных гонках. Приходилось устраивать целые битвы команд, так как каждый район города принадлежал той или иной команде. Что касается автосимулятора, то можно отпеть неплохую игру Air Factor. Главным отличием стало, что это по сути всего лишь платформа для создания собственных модификаций в гонках, и тем самым игра стала массовой и получила свою известность. Для этого года, пожалуй, наступило временное затишье среди громких премьер гоночного жанра, но, несмотря на все это, нашлись действительно классные игрушки, которые не стыдно вспомнить и поиграть сегодня. Одна из таких гонок, которая в свою очередь является уникальной в своем жанре и лучшей игрой 2006 года. Речь идет о крошестностной Flatout 2. Аркадная гоночная игра, где на первом плане выходит атмосфера безумных гонок с разрушениями. Это касается не только повреждения автомобиля, где можно в прямом смысле оторвать колеса или даже уничтожить его, но и объектам окружения, как взрывающиеся заправки и массивные объекты. Да, в игре из-за этого нет лицензированных авто, но, собственно, этого и не нужно, ведь атмосфера тотального замеса присутствует. Немного о самой игре. Есть 5 видов режимов – карьера, заезд, одиночная гонка, трюки и дерби. В первом нужно проходить соревнования и получать за них кубки. При этом карьера разделяется на 3 вида – дерби, гоночные и стритрейсинг. В кубок входят от 2 до 6 заездов. В одиночной гонке можно опробовать все машины и трассы из самой карьеры. В гонках нужно проехать определенные круги и заключаются трассы с пересечением, чтобы был риск столкнуться с другими гонщиками. В трюках предстоит участвовать в состязаниях по запуску своего водителя в высоту, длину, использовать как мяч. По мне, это самый интересный креативный режим, который вряд ли где можно еще встретить. Ну и, конечно же, дерби, где предстоит схожаться с другими соперниками на арене, уничтожая их машина и побед достанется, если будут разбиты все соперники. При этом у каждого, в том числе и у игрока, есть здоровье машины. Еще следует отметить систему наносимых характеристик и повреждений в виде звезд. Первая звезда в толчок, не очень сильное повреждение, затем вторая, удар, сильное намеренное столкновение с соперником, потом третья, таран, тоже сильное столкновение, которое нанесло значительный урон. Предпоследняя звезда, выброс, такой удар, что водитель вылетает из машины, и последняя, пятая, в дребезге, где машина оппонента уничтожается и она выбывает из гонки. В следующем году вышло переиздание под заголовком Ultimate Carnage, где появились новые соперники, машины и была переработана графическая составляющая. В этом году также вышли такие гоночные игры, как Test Drive Unlimited, где это аркадная игра в открытом игровом мире и гонками на Гавайском острове, где можно игроку покупать себе машины, мотоциклы и даже недвижимость. Еще выходила игра Crash Day, в которой тоже присутствует атмосфера разрушений, но следует отметить более разнообразные состязания. Но, увы, игра получила смешанные оценки от критиков. Ох, верните до 2007 год, так как в это время в основном вышли ключевые игры в индустрии в целом, так как технологии сделали большой рывок вперед и гоночный жанр не обошел стороной. Выбрать победителя лучше гонка этого года было весьма сложно, и я решил отдать такое звание шестой игрой в серии «Ралильные дисциплины», а именно «Колин Макрей Дёрд». У многих любителей данной серии она может ассоциироваться с гибелью лучшего ралильного пилота Колина Макрея, собственно поэтому в заголовке игры присутствуют его инициалы, где в следующих частях, увы, пришлось отказаться от них. Но перейдем к самой игре. Скажу, что во многих аспектах она принесла масштабные нововведения, положив местами традицию в стиле самой игры и всего ралильного жанра. Отмечу, что и сейчас серия «Дёрд» является чуть ли не лучшей во всем мире ралильной игрой. В игре присутствует обычная карьера, состоящая из шести этапов. Игроку придется поучаствовать в различных странах, как США, Японии, Великобритании, Италии, Австралии и Германии. Каждый этап разделен на шесть участков от пяти до шести километров. Также во время заезда нам своими советами помогает штурман. Физика управления ралильными машинами отражала достоверные показатели. В принципе, такие небольшие изменения смогли порадовать фанатов и развлечь игроков. Игровыми критиками она была принята тепло, а всего по миру было продано 500 тысяч копий игры. В этом году неожиданно и порадовалась серия Need for Speed с игрой под заголовки Pro Street. На этот раз разработчики решили сделать акцент на реализме и вновь окунуть игрока в мир легальных соревнований. К сожалению, из-за нового сеттинга пришлось отказаться от полиции. Игровой движок тем самым был переработан и, собственно, изменилась физика управления авто. Скажу, что в игре присутствует достойная система повреждения авто от обычной деформации кузова, которая влияет на аэродинамику, а также полного разгрома машины. Из прошлой части, которая была выпущена в 2006 году под названием Need for Speed Carbon, была добавлена и доработана система автоскульпт, позволяющая изменять сапчасти стайлинга под любой размер, как кузов, диски, бампера, спойлеры и тому подобное. Игроку придется участвовать в так называемых лукендах, где нужно поучаствовать в грипп, заездах, трегах, дрифте и скоростных гонках. В игре есть всего 5 королей, где каждый отвечает за ту или иную дисциплину, а самый главный под прозвищем Ревотанаби является королем финалов и цель игры победить всех этих боссов и стать королем. Еще была выпущена игра Project Gotham Racing 4, изданная Microsoft Game Studios, только для консоли Xbox 360, а сама игра была в виде автосимулятора, где было 130 автомобилей, включая мотоциклы и динамические погодные условия. 2008 год тоже смог удивить и порадовать поклонников гоночного жанра достойными гоночными играми. Одна из таких лучших игр этого года можно назвать от разработчиков Кодмастерс, которые делали ролильную серию Колин Макрей, и это несомненно Race Driver Grid. С основного игрового движка была взята версия из прошлых игр Колин Макрей Дёрд, но только была полностью с нуля переделана система повреждений. Здесь имеются обычные визуальные повреждения и механические, которые непосредственно влияют на управление. В случае полного выхода из строя авто при аварии у игрока есть возможность сделать перемотку во времени до неудачной аварии, но такая фишка игры зависит от выбранной сложности. В этой игре есть всё, чтобы удивить любителей быстрой езды и коночных соревнований, а также получить новые впечатления и эмоции. Игра выполнена в стиле автосимулятора и в то же время в виде аркады, и тем самым угодить всем игрокам. Также в игре делалась ставка на реализм, что собственно и выделяет её от других подобных конкурентов. Сюда можно отнести детализация повреждений, отражение всех ходовых характеристик авто, уникальная физика езды. Система уровней сложности, начиная от новичка до эксперта, подойдёт для каждого с индивидуальным подходом. Конечно, все прелести езды можно оценить, если подключить к ней какой-нибудь игровой и коночный руль, но разработчики позаботились с этим моментом и смогли создать некий баланс для каждого игрока, для каждой платформы и возможностей. Отмечу, что игроку придётся проделать путь от обычного гонщика до опытного водителя, покоряя знаменитые гоночные трассы в трёх этапах – Японии, Европе и США. Также отмечу, что все спонсоры и команды, представленные в игре, имея в виду даже лицензированные автомобили, являются реально существующими. Игра была принята положительными оценками от критиков и участвовала во многих номинациях «Гоночная игра года». В этом году тоже вышли свои достойные проекты, как Burnout Paradise – аркадная гоночная игра, где присутствуют элементы выживания. Игра немного похожа по стилистике, как например в том же Fallout 2, но тут присутствует открытый мир, где игрок может свободно его исследовать. Карьера представляется в виде получения новых прав и новых машин, где первые нужно заработать в гонках, а тачки выбивать у соперников. Присутствует много разнообразных событий. В 2009 году вышло дополнение, где в расширенной версии игры добавили мотоциклы. Следующей игрой можно назвать Middle Club Los Angeles, где вновь придется участвовать в уличных гонках. В принципе, в игре осталось все на уровне, лучше набула графическая составляющая и физическая модель. Хочется верить, что разработчики из Rockstar Games выпустят еще игру в этой гоночной серии. В этом году так таковых разнообразных и действительно ярких претендентов на звание лучшей гоночной игры года выбрать было сложно, так как многие игры являются продолжением той или иной части или серии. Но выделить таких претендентов мне не составило труда, и поэтому было решено сделать лучшей гоночной игрой 2009 года продолжением прошлой части и седьмой по счету. И как бы это не было иронично, это вновь фрайлильный автосимулятор Dirt 2. Я уже говорил, что разработчикам пришлось отказаться от инициалов фрайлильного пилота и убрать из заголовка игры. В этом продолжении в принципе ничего глобального нет, а всего лишь были исправлены ошибки прошлых частей. Доработали те моменты и механики, которые мешали играть и получать новые эмоции. От разработчиков Codemasters была первая игра, где была задействована DirectX для лучшей работы. Благодаря ему разработчики все глубже создают атмосферу настоящих рояльных гонок. Например, была улучшена графическая составляющая, а вместе с ней детальная прорисовка воды, пыли на дороге и толпы людей. Также компания AMD поделилась для этой игры своими аппаратами и программными обеспечениями. В Dirt 2 занесли довольно много знаменитостей, как Кен Блок, Тревис Пастрана, Дэйв Мира, Теннер Фауст, Мухаммед Бин Сулаем и другие. Также разработчики не забыли в этой части почтить память Колина Макрея. Сама игра была принята критиками и игроками достойно. Еще одним автосимулятором, который вышел в этом году, только не параллельной теме, а из серии Need for Speed под заголовком Shift. Эта игра была неким перезапуском всей серии после нескольких весьма неудачных проектов и смогла реабилитировать и спасти легендарную серию от гибели. В игре особое внимание уделялось реалистичному управлению автомобилю. Были с нуля переосмыслены многие вещи, как детальный настройка закиси азота, подвески других запчастей. В режиме карьеры игрок должен преодолевать путь от обычного новичка в автоспорте до известной мировой личности и выиграть турнир NFS. Придется кататься на гоночных машинах, где, кстати, за долгое время в серии вернулся детализированный вид из кабины, проехаться по знаменитым и вымышленным гоночным трекам. Другим достойным и уникальным проектом можно назвать Гонку Фуэлл, которая, кстати, была выпущена от Кодмастерс. Особенностью игры стала наличия на тот момент просто гигантского открытого мира, а действия происходят в альтернативной реальности, где после экономических катастроф был сильно изменен климат. Главной валютой ресурсом за выживание стала нефть. Ее можно заработать в кунках и в зависимости, какой маршрут до финиша игрок выберет, он сможет сэкономить топливо. На выбор даются мотоциклы, джипы, баги и грузовики. Вот уже пролетели первые 10 лет, а значит осталось ровно половина моего такого обзора на игры 20-летия. Лучшей игрой 2010 года можно отдать одной из серий Need for Speed, где в полной своей красе показали противостояние полиции и гонщиков, а именно ремейк под названием Hot Pursuit. До этого выходили две части. Первая часть Hot Pursuit была выпущена в 1998 году и была третьей игрой в серии Hot Pursuit, а продолжение было в 2002 году. Так вот, на этот раз в разработку игры взялась Criterion Games, которую раньше делали серию Burnout. В этом ремейке решили сохранить дух противостояния, всего лишь немного видоизменив в графическом плане и добавив несколько новых фишек. У каждой стороны имеется своего рода свой арсенал оружия. У гонщиков это полоса с шипами, которую можно сбросить позади идущей машины, Эмми, стреляющие электромагнитным импульсом и выводят из строя электронику цели, подавитель, глушащий наведение на машину Эмми или появившуюся полосу с шипами, и турбоускорение, которое придаст машине мгновенный разгон до максимальной скорости. У полиции, помимо полоса с шипами Эмми, есть заграждение, где впереди на участке маршрута оно будет установлено, и вертолет, который будет преследовать цель и впереди него сбрасывать шипы. Благодаря таким специальным гаджетам игра стала более динамичной и при этом такой же атмосферной. Действие игры происходит в вымышленном округе Secret Country. В игре богатый автопарк из различных экзотических и дорогих машин, где про каждую можно будет прочитать и услышать подробное описание. Но главное наведение не только в этой части, но и в серии в целом стала система социального взаимодействия Автолог, которая отслеживала статистику других игроков и их рекордов. Игра была хорошо принята прессой и игроками. Среди других игр гоночного жанра, которые тоже смогли порадовать в 2010 году, стала Split Second, где игроку придется участвовать в гоночных состязаниях в виде зрелищных взрывов. А главной особенностью стало поведение в гонке, а точнее какие методы и средства были приняты, зависит победа. Нужно быть всегда впереди, так как искусственный интеллект соперников может показать о себе в любой неожиданный момент. На трассе нужно будет выполнять различные опасные трюки, и за них накапливается сила удара, где на соперников можно будет обрушить здание, мост, кран и многое другое, а при полном накоплении воспользуется суперударом, при котором может даже измениться маршрут трассы. По схожей стилистике можно назвать игру Блюр, где не получится скучать и с помощью различных оружий придется прорывать дорогу к победе. 2011 год в плане больших конечных новинок не сильно радовал, но одной игрой смог удивить, которая собственно и стала лучшей игрой 2011 года, а именно Driver San Francisco. Действия самой игры происходят после третьей части, а все события разворачиваются в городе San Francisco, что и написано в заголовке игры. Про саму сюжетную линию я не стану особо говорить, но скажу одну важную деталь, которая повлияет на игровой процесс. В ходе одной аварии главный герой впадает в кому, и у него появляется возможность как бы вселяться в другие живые тела. Благодаря ней игрок может перемещаться и управлять другими различными автомобилями, и на этой фишке завязана вся игра. По мне, она до сих пор является уникальной. Таким, кстати, образом можно будет попробовать различные лицензированные автомобили, которых 140 в игре, а из-за этого убрана возможность самому герою выходить из машины, как было в прошлых частях. Имеется одна из больших игровых территорий, а именно 355 километров дорог. По мере игры будут присутствовать различные отсылки к кинематографу. Игра завоевала положительные отзывы от игроков и критиков за ее оригинальный подход. Не могу не отметить снова серию Need for Speed, так как в этом году вышла весьма классная, по мне, часть, но многим она была принята смешанна и недооцененна. Речь идет о Need for Speed The Run. Из главных особенностей стало, что игровой движок Frostbite Engine 2, который по сей день достойно показывает все красоты игры, вовсе не подходил для гонок и физика управления авто была специфична, и к ней нужно было долго привыкать. Еще в игре делалась ставка на динамичный сюжет. Если рассказывать кратко, то наш герой повяз в крупных проблемах с мафией, из-за чего последняя хочет убить его. Позже главный герой, которого зовут Джек Рурк, встречается с подругой Сэм Харпер, которая вводит его в курс дела и предлагает избавиться от всех его проблем, поучаствовав в гонке из Франциско до Нью-Йорка с денежным капиталом в 25 миллионов долларов. Маршрут состоит с протяженностью около 5000 километров и 200 таких же гонщиков. В качестве игровых режимов на таком пути будет присутствовать обычный обгон, соперников, контрольные точки и битвы с мини-боссами. Еще была впервые в серии добавлена система повтора с контрольной точки, а количество таких перемоток зависит от выбранной сложности. Еще в некоторых сюжетных сценах придется применять QTA, то есть придется нажимать определенные кнопки на экране вовремя. Я уже выше сказал, что игра получила разносторонние отзывы. Еще одной игрой можно выйти террорильную Dirt 3, где из нововведений была добавлена Джим Хана, трасса с препятствиями и трюками, и другие разнообразные режимы. В основном ничего кардинально нового не было. К сожалению, гоночные игровые новинки были в этом году весьма скудными, но на этот раз начали доминировать не игры на обычной персональной компьютере, а эксклюзивы на игровые приставки с этого момента. К такой лучшей игрой в 2012 году можно отнести конкурса в открытом мире, разработанной малоизвестной на тот момент времени компанией Playgrounds Games совместно с Turn 10 Studios исключительно для консолей Xbox, и речь идет о первой части Forza Horizon. Разработчики пытались выжать все стоки с прошлого поколения и показать детально открытый мир. Все действия игры происходят в одноименном фестивале Horizon, расположенном в штате Коварадо в США. Многие игровые идеи и фишки были заимствованы с прошлых частей Forza. Игроку может в открытом мире встретиться любой гонщик и провести небольшую дуэль, а также присутствует смена суток. Целью всей игры является получать так называемые браслеты и побеждать в гонках по карьерной лестнице. Но для получения удовольствия и мотивации в игре хватает места, где хочется покупать новые машины и кататься на них, изучать открытый мир. Несмотря на такую простоту, игра по мне в 2012 году явно выделяется на фоне других гонок. Многие игровые порталы оценили данную игру по максимальным баллам, но многие назвали, что в ней нет ничего выдающегося. Но скажу сразу, что это первая игра в таком плане, и она еще о себе заявит в дальнейшем. Как я уже сказал в начале, найти даже достойный гонок казалось сложно. Одна из таких Dirt Showdown, а также является частью серии Колин Макрей Ралли. Но на этот раз пришлось отказаться от раллиной тематики и провести обычные аркадные заезды. Главная особенность игры, что тут в принципе отсутствуют какие-либо правила и только игроку решать, как ему побеждать. Присутствуют разнообразные погодные слои, которые напрямую влияют на ход гонки и добавлять реализма. Для большей зрелищности на трассах есть трамплинг для трюков. С прошлых частей была позаимствована система повреждения авто. И наконец, сам одиночный режим карьеры проходится весьма быстро, для галочки. Но зато была сделана ставка на многопользовательскую составляющую. Но для многих эта игра стала разочарованием, а для многих обычной аркадной покатушкой. А именно Need for Speed Most Wanted образца 2012 года. Игра от разработчиков Criterion Games, которые возможно хотели создать лучший Need for Speed, но не вышла. Также игра ничего общего не имеет с Most Wanted 2005 года. Нам просто дают кататься по открытому миру, пробиваться по списку из 10 самых опасных кончиков, сражаться с полицией, искать по городу тачки, наслаждаться прекрасной по так же сегодняшнему бодю графикой и в принципе все. 2013 год для многих может охарактеризоваться с приходом нового поколения игровых консолей, а вместе с ним и новых игр с новой графикой. В этом году есть такие достойные кандидаты, но все-таки я решил отдать должное, назвать лучшую гоночную игру 2013 года, игре, которая не смогла прийти на новое поколение, но является достойным эталоном показателя всех гоночных автосимуляторов. Это Gran Turismo 6. Данная номерная игра в серии показала, что в ней будут глобальные изменения, но давайте признаемся честно, что придумать что-либо грандиозное и реализовать это в гоночном жанре весьма непростая задача. Несмотря на то, что в шестой части в основном присутствует все то, что ее любят и уважают фанаты, нашлось место кое-каким изменениям. Игра пошла на упрощение для игроков, все для того, чтобы каждый смог пройти и показаться на любых автомобилях, которых на минуточку 1200 штук. О таком количестве мало кто может мечтать, и можно с легкостью назвать Gran Turismo 6 в этом плане рекордсменом и гарантом качества для фанатов компании автомобилей. Можно будет покататься от первых самых авто до концепт-кар и даже лунохода. Что касается гоночных трасс, то все они были взяты из прошлых частей, только добавив несколько их вариаций. Игра получила только положительные отзывы. В серии Need for Speed вновь случилось небольшое чудо и вышла в этом году весьма неплохая игра, а именно Need for Speed Rivals. Она уже была разработана новой командой разработчиков из Клост Кеймс и создана для нового поколения железа. За концепцию было взято противостояние гонщиков и полицейских, а также была сделана на игровом движке Frostbite 3. Из новых изменений можно отметить совершенно новую современную графику, музыкальное сопровождение, вернувшийся спустя два года хоть и неполноценный, но стайлинг, красивый открытый мир, новые сетевые возможности, где была задействована система All Drive, которая с легкостью могла переносить из одиночной многопоистской иглы. Игрок в одиночном режиме мог выполнять специальный список заданий как за гонщика, так и за полицию, и тем самым продвигаться по сюжету. Для каждой из сторон были добавлены новые гаджеты для борьбы и в виде оружия. Но из-за старой концепции и ее вялой реализации игра не вошла в самый топ, но была тепло принята. Следующая игра стала Grid 2, которая продолжала первую часть. Нам снова придется участвовать в легальных гоночных соревнованиях по всему миру. Были оставлены решимы из прошлой игры, а также добавлены новые. Главным же отличием стало большое наличие зрелищных событий, из-за чего многие гонки становятся непредсказуемые. Данный 2014 год получился как никогда спорным в игровом плане. Были и весьма похвальные проекты, а были и те, которые сейчас и не вспомнишь. Но в моем списке собраны самые известные из них. Лучшей игрой 2014 года стал продолжение первой части из позапрошлого года Forza Horizon 2. Нам снова дают покататься по обширному и разнообразному виртуальному открытому миру, но на этот раз действия игрового фестиваля происходят на юге побережья Европы. Концепцию игры внесли понятие «больше-лучше». В три раза больше территории, чем с прошлой частью более 200 экзотических автомобилей. В первую серию имеется динамическая погода, а также новый режим Bucket List, предполагающий группы соревнований. Аналогично имеется и в сетевой игре. Забыл сказать, что игра была выпущена на Xbox 360 и на молодое поколение Xbox One. К сожалению, из-за этого пришлось пожертвовать техническими ограничениями, а именно при разрешении 1080p вместе с 60 кадров секунды выдавать всего лишь 30. Но все это не сказалось на оценке критиков, и игра была расхвальна в положительном ключе. В этом году не обошлось без самого, по мне, на текущее время автомат-симулятора, который может даже конкурировать с серией Гран-туризма, а именно гоночной игры от итальянской студии под наименованием Ассета Корса. В ней игрок может получить совсем иные эмоции от вождения, так как разработчики постарались чуть ли не для каждой машины в индивидуальном порядке. В игре есть достаточное количество инцидизированных автомобилей, а также официальных трасс, созданных при помощи лазерного сканирования. Для игры разрешается создавать собственные модификации. Разработка игры ввелась еще с 2010 года, но из-за постоянных проблем, как, например, смена игрового движка. Увы, но многим проект показался сырым и молодым. Оно и понятно, я лично в этом вижу серии потенциал. Другой своеобразной гоночной игрой можно назвать от студии Ubisoft, которая ранее создавала драйвер Сан-Франциско, а именно их новая серия под названием The Crew. Саму игру анонсировали с большой помпой и заявил, что это не только самый важный проект для студии, но и для гоночного сообщества. Главной особенностью игры стал открытый мир, в котором использовалась цифровая модель США, сжатая и упрощенная в 35 раз, а общая протяженность всех дорог составляет около 10 тысяч километров. По словам разработчиков, что они нашли компромисс и сделали открытый мир такой, чтобы было в него интересно играть. В игре есть также сюжет. Для игры в многопольский режим и даже в одиночный нужно наличие подключения интернета. Через 4 года выйдет продолжение, о котором я тоже расскажу. Вот уже наступил 2015 год, и в этом обзоре лучше гоночных видеоигр или завершения осталось совсем немного. Но скажу, что с каждым разом выбирать достойного лидера весьма сложно, так как признаемся честно, что в последнее время в игровой индустрии, а в гоночной, в частности, происходит некая импотенция и кризис. В общем, лучшей гоночной игрой 2015 года можно смело назвать Dirt Rally. Для многих игра стала действительно отточенной во времени гоночным раллильным автосимулятором, возвращаясь при этом к самым истокам серии. Благодаря новому графическому движку можно получить удовольствие от смены суток или даже от погодных условий, которые реализованы на высоте. Имеется собственная оригинальная система повреждений, отражающаяся на внешние и внутренние показатели. Есть в игре ремонт, авто и команда механиков, и для каждой гонки нужно смотреть, какими ресурсами сейчас нужно пожертвовать или же сэкономить, а все это будет также напрямую зависеть при заезде. Можно также заключать другие контракты с механиками, а также регулировать сумму зарплат и сроки действия. Все это и помогло игре набрать положительные отзывы от игроков и критиков, сделав на сегодняшний день реалистичный раллильный симулятор. В этом году относительно смог порадовать так называемый перезапуск всей серии Need for Speed. По словам разработчиков, перезапуск серии заключался в том, что игроков вновь окунут в атмосферу уличных нелегальных гонок со многими старыми добрыми идеями с применением новых технологий. Из-за всего этого сама игра получилась неоднозначной. Need for Speed 2015 года сделана, как и прошлая часть серии, на движке Frostbite Engine 3, который, с одной стороны, отлично передал дух ночных гонок, но вот физическая модель управления авто по-прежнему хромала. Из главных нововведений стало наличие действительно обширного стайлинга, где можно будет преобразовать машину так и что от обычной сборки вообще не отличить. Это правило касается тюнинга, когда можно старенькую тачку так нафаршировать, что она сможет конкурировать со современными спорткарами. Вернулись в сюжет ролики с живыми актерами. На выбор предлагают пять так называемых икон, которые отвечают за ту или иную дисциплину. В игре имеется полиция, но она очень коряво реализована, что в принципе догнать и задержать гонщика ей трудно, а также для игры нужно наличие необходимости обязательного подключения к интернету. Второй игрой можно назвать автосимулятор Project Cars, который создавался с самого начала при поддержке сообщества. Без особенностей можно выдать неплохую физическую модель управления, большой автопарк и трасс, а также подключить игру в виртуальную реальность. Игра в гоночное затишье, на чего уже настигать и 2016 год, оказался не исключением. Среди всего обыденного и однообразия, вновь уже в третий раз стоит выдать уже совсем известную и популярную серию для многих лучших гоночной игрой, стала Forza Horizon 3. Здесь уже стоит отметить, что помимо игровых консолей, игра была также выпущена на персональные компьютеры, что собственно не отменяет ей свою уникальность. На этот раз игровым местом стала Австралия, с ее красивыми песчаными попережьями, густыми тропическими лесами, жаркой каменистой пустыней, а также левосторонним движением. В общем, разработчики решили сделать все, чтобы игрок смог изучать открытый мир, кататься по нему, где ему вздумается и на чем вздумается. На выбор представлен большой автопарь из 350 машин, от внедорожников до киберкаров, а система Forza Vista, принесенная из прошлых игр, позволяет просмотреть детальность проработки салона и внутренности автомобиля. Был добавлен кооперативный режим на четырех игроков. Также теперь игрок стал организатором всех фестивалей, ориентируясь на свои гоночные предпочтения и вкусы, а значит, как вы будете устраивать главный гоночный карнавал и праздник на зеленом континенте зависит только от вас. Из явных нововведений можно еще отменить специальных показательных состязаний, где соперниками может стать Дирижабль или Гонка с Истребителем. Переработана система драйватаров, которая копирует параметры ваших друзей и моделирует их в одиночной игре. Путешествовать с удовольствием под крутую музыку делает игру в своем жанре просто фантастикой. Из весьма скромных проектов я бы выделил тоже увлекательную или редкую в своем жанре игру под названием Тракмания Турбо. Это уже давно известная стерия, но именно в этом году были собраны все достижения и инновации в разработке прошлых лет, чтобы создать интересный проект. Особенностью является простые аркадные гонки и конструктор собственных трасс, где можно создать свою трассу с любым уровнем сложности и доступные 200 разнообразных трасс, не дадут заскучать. Также можно установить и опробовать трассы, которые были созданы игровым сообществом. Еще бы я выделил весьма достойный за последнее время симулятор F1-2016. С каждым разом разработчики вносят изменения и множество режимов, чтобы игроку было интересно играть. Из плюсов можно выделить звуковое сопровождение и комфортное управление болидами, а из минусов устаревший графический движок, странный искусственный интеллект соперников. 2017 год выдался больше в плане грандиозных и легендарных автосимуляторов. Несомненно, что лучшей гоночной игрой этого года стало возвращение игры под названием Gran Turismo Sport. Начнем с графической составляющей. Игра создавалась под новое поколение игровых консолей и на примере PlayStation 4 Pro можно играть в 4К разрешении 60 кадров в секунду, а также был расширен динамический диапазон и цветовой охват. Благодаря этому порой трудно отличить игру от реальности. Я бы отметил Gran Turismo Sport одно из самых красивых видеоигр не только в жанре гонок, но и в целом. Также японские разработчики поработали над звуком, где например внутри салона авто значительно отличается от наружного, или же были добавлены мелкие звуковые детали, как шелесты, гул ветра, шуршание шин и многих других. К сожалению, по сравнению с прошлой шестой частью, автопарк был уменьшен несколько раз, за место чем 1000 авто стало всего лишь 150. Но теперь каждое авто с большим трудом посоздалось с учетом заводских чертежей для большего достижения реализма и приближения к оригиналу. Имеется 18 трасс и 54 их конфигурации самых знаменитых автодромов. В игре была добавлена функция автопилота, которая поможет новичкам быстрее освоиться. Чтобы максимально точно сделать физическую модель управления авто, пришлось использовать существующие параметры, которые были проделаны в настоящих трассах и их визуализировать. Также каждому авто прилагается описание в истории создания. Самое важное, что Gran Turismo Sport стала автоспортом грядущего будущего, где передавать системы визуальных гонок создавались усилия Международной Автомобильной Федерации и игра может стать в этом жанре киберспортивной дисциплиной. В игре есть небольшая карьера, но она скорее всего нужна для ознакомления, а также встроенный редактор фотографий. Присутствует поддержка виртуальной реальности. Из аркадных гонок можно неожиданно отметить серию Need for Speed под заголовком Payback. В концепцию игру уважили уличные гонки с криминальными заданиями и полицейскими погонями. Имеется обширный на сегодняшний день открытый мир. С одной стороны, была проделана работа над ошибками прошлых частей, с другой возникли новые раздражающие факторы. Игра из этого получила смешанные отзывы и оценки, где одной из главных претензий стало наличие платного контента в виде микротрансакций или же лутбоксов. В этом году вышла вторая часть автосиминатора Project Cars, где на этот раз уклон был сделан и для начинающих гонщиков, а также большего реализма. Также добавили механиков и команд, которые будут помогать участвовать в гонках. До завершения списка лучших гоночных игр 20-летия осталось совсем немного, буквально пару номинантов, но выбрать достойного становится все сложнее за малое количество действительно качественных игр. Поэтому уже в четвертый, но заслуженный раз игра Forza Horizon 4 становится лучше в 2018 году. Говорить, что она из себя представляет не станут, как это уже каждому известно, за что ее так любят. Но на этот раз место действия переместилось в окрестности Великобритании. Одной из главных фишек четвертой части стало наличие динамической смены времени года и времени суток, где непосредственно из-за новых условий игровой процесс протекает по-разному. Например, в зимнее время года сцепление с дорогой куда хуже, чем в обычной. В остальном Forza Horizon не изменила себе и оставила все как есть, оставив только самое важное и интересное, избавившись от раздражительных факторов и довели игру до своего идеала. Неудивительно, что игра продается хорошо по сей день и получает просто восторженные отзывы от игроков по всему миру. Одним из интересных и довольно уникальных проектов стоит отметить игру BlackFest. Она была еще доступна в раннем доступе в 2017 году под заголовком Next Car Game, но только в 2018 году она официально вступила в продажу. Она является наследником знаменитой серии FlatOut от тех же финских разработчиков. Теперь в игре стало куда больше аварий и разрушений. Из новой графической и физической модели появляются действительно реальные поведения, рассчитанные от силы удара, скорости и других показателей. Это все отражается не только во внешних, но и внутренних характеристиках. При всем этом можно раздолбать машину такой степени, что от нее ничего кроме корпуса не останется. Также это хорошо видно в режиме Derby, где следует выживать на арене. Многие игроки были рады радикальным изменением, даже несмотря на то, что пришлось избавиться от договоров от FlatOut. Но по духу и атмосфере разрушений она все так же узнаваема. Второй гоночной игрой, которая тоже стала быть достойной упоминания, стала The Crew 2. Нам все так же придется путешествовать по США, но только теперь вместо спортивных автомобилей разработчики добавили самолеты от кем-то цикла. Также есть разделение на регионы, где в каждом представлен свой стиль гонок, например, внедорожные, уличные или же профессиональные гонки. Сюжет решили упростить, где нам просто нужно стать известным гонщиком. Также разработчики делили внимание многопользовской составляющей. При этом была решена проблема игроков, которым так не хватало большого разнообразия выбора и простора для исследования игровой локации. Вот и настал последний год в этом 20-летнем приключении и наверное это было бы иронично или же просто удачливое совпадение, но лучше гоночная игра 2019-го года совпадает с той же дисциплиной и стилем, чем начинался весь этот список с 2000-го года, а именно игра с раллильной тематикой. Но отрицать факт, что пока что одна из лучших в этой серии игра вышла в 2019-м году и это Dirt Rally 2.0. Она по своей сути является продолжением игры 2015-го года. В игре сделали большой уклон на реалистичное ралли и ралли-кросс. Игроку дадут поучаствовать в этапах в Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, в качестве нового обновления к игре были добавлены этапы Финляндии, Германии, Греции, Монте-Карло, Швеции и Уэльсе. Многие стразы были взяты из реальных соревнований. На выбор игроку дают 50 автомобилей от 60-х годов до сегодняшних моделей. В качестве глобальных нововведений было добавлено непосредственное влияние погодных условий на уровне сцепления с дорогой, что требуется для детального подхода к вождению. А также сама дорожная колея зависит от того, каким в очереди где стартует игрок. Если первая, то дорога чистая. Если в середине или последнем, то дорога уже проезжена другими пилотами и с каждым разом все тяжелее удерживать машины на дороге. Также была убрана функция перемотки во времени и генератор случайных маршрутов, где последний был жестко раскритикован игроками в прошедшей игре серии. Можно также нанимать свою команду из механиков и инженеров. В качестве авто еще следует отметить, что можно будет покататься не только на ролейных машинах, но и в качестве разнообразия множество наград в категории лучшей гоночной игры до 2019 года. С этим можно абсолютно согласиться. То касается автосимуляторной части, то выход ассета Корса Компитезионе вызвал положительные отзывы, но местами со смешанным мнением. Итальянские разработчики вынесли по их мнению самые важные и отличительные нововведения. Добавлено очень много разнообразных режимов, как например гонка в течение часа реального времени и другие. Можно также сохранять гонку в середине сессии в автономном режиме. Благодаря новому лучшему графическому движку окружение весьма реалистично выглядит. В основном это та же ассета Корса. Неожиданно смогла порадовать серия Формулы 1, а именно F1 2019. На этот раз была проделана работа над окружением, которое сейчас выглядит детализированно и достойно. Чтобы участвовать в F1 Championship, нужно сначала заработать себе репутацию. Можно изменять оформление и возглавить группы в отдельных испытаниях или лигах, а также смотреть лучшие повторы заездов и делиться с ними с друзьями. Вот и подошел к самоизвершению такое приключение с 2000 по 2019 год. Скажу, что в текущем 2020 году тоже будут такие гоночные проекты, как F1 2020, Project Cars 3, Trackman 2020, Fast and Furious Crossroads, Overpass, Ride 2, VRS 9, Dirt 5 и многие другие. Возможно, что какая-то из этих игр станет скорым будущим лучше в данном жаре, но пока покажет время. Надеюсь, что вам, гонщики, понравилась такая экскурсия. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова